Всем привет! В этом видео я хочу начать серию видеороликов о кроликах, о их разведениях. Расскажу, почему я начал ими заниматься. Я акцентирую внимание на том, как написано некоторые литературы, что кролика можно содержать на даче, но не описаны нюансы, с которыми вам придется столкнуться. Поэтому в этом видео я вам попытаюсь рассказать, как можно более подробно. Что мне нравится в кроликах, это их мех, то что мясо диетическое. Да, там есть некоторые нюансы, они болеют, но с этим можно и нужно бороться. Надо уметь их лечить или не лечить. То есть, но это уже каждый выбирает свой путь. Но самое лучшее это делать профилактику, смотреть, что другие советуют. Но опять же, не все надо перенимать с того, что советуют другие. И, конечно же, что меня побудило, тоже вот так вот начитался в литературе, что можно там всего лишь полчаса в неделю уделять. То есть, этого будет достаточно. Но все нюансы не были раскрыты. Поэтому, как бы, не советую верить этому. Для того, чтобы действительно можно было уделять кроликам полчаса и оставлять, как некоторые там разводят на даче, для этого надо все-таки потрудиться, а не просто так захотел, начал разводить. Итак, первое, что вам нужно делать, это купить вашего кролика. Читал я разную литературу, что одного самца хватает там на 6, на 10 самок. Ну, я скажу так, лучше там, ну, там уже сами, каждый решает, сколько ему самочек сразу купить. Но лучше сразу взять хотя бы два самца. Потому что, может, один быть холостой, он кушает-кушает, а от него толку как от самца нет. Все-таки, вероятность, если вы купили два, будет больше, потому что кто-то из них все-таки толковый. Потом, опять же, где выбирать. Конечно же, лучше выбирать, но если есть проверенные места. Так как, каждая порода все-таки имеет свои определенные свойства. Все-таки линия может поддерживаться. Ну, конечно, не исключено, что тот человек, который вам будет продавать все-таки, как-то старался это ее поддерживать и все прочее. Потому что есть, например, нюансы, когда нельзя скрещивать родственников. Ну, опять же, кто это соблюдает, кто не соблюдает, кто это смотрит, не смотрит. То есть, это уже на совести каждого. Что касается покупки. Вот, я недавно, вот, буквально пару дней назад приобрел вот такого самца. Чуть попозже, я объясню, почему. С каким нюансом я столкнулся. То есть, нашел подешевле. То есть, ну, человек говорил, что да-да-да, у него есть. Но так, в конечном итоге мешал посмотреть, но не перезвонил. Дальше смотришь и под относительно возраста. Какая цена. Например, в моем регоне, ну, цена варьируется в районе четырех-пяти долларов за месяц. То есть, если там трех месяцев, четырех, ну, скажем так, тот, который кролик способнее, это уже где-то начиная четыре-пять месяцев, этот кролик уже способнее. То есть, его, соответственно, цена будет порядка 25-30 долларов и выше. Опять же, все зависит, может, от качества. Кто-то поддерживает племя, кто-то не поддерживает. То есть, ну, это такой порядок цены. А с чем я столкнулся? То есть, я, например, себе выбирал поменьше по возрасту. В возрасте где-то их от мамки можно отсаживать где-то в возрасте, ну, где-то месяц, полтора, лучше два. То есть, вот я рассчитывал там, ну, полтора-двух месяцев найти. Ну, чтобы мне было подешевле, потому что, ну, пока не могу взять подороже. И что я столкнулся? Пишут люди в объявлении, там, продам 1-3-месячных, звонишь, там, начинают рассказывать, что у них там 3-4, ну, и выше, и цена там, ну, заоблачная. Поэтому, то есть, тут надо к этому моменту подготовиться. Что может быть такое? Дальше, какие нюансы еще могут быть при покупке вроде бы и здоровых, но толку от них не будет. Вот он такой красавчик, мальчик. Вот, синок, синок, синок любит кролика, ну, ну, а кролика синка не любит. Ладно, стой, 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 стой. Ну, так, 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 все, 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 все. Вот, к примеру, у меня есть вот такой вот самец. Самец красивый, крупный. Ему где-то, наверное, в районе 7 месяцев. Ну, уже такой взрослый, но толку от него, как от самца, к сожалению, нет. Я подсаживал, есть три, да, три самки, от которых, четыре самки, да, от которых подсаживал к тем самкам, чтобы что-то от него получить, но что-то уже месяца два-три никак не получается. До этого был другой самец, но он, к сожалению, да, так бывает разбился, от которой самки рожали, а от этого что-то окрола нету. Но самец красивый, и поэтому, когда я покупал самца, и мне там предлагали там 6-7 месячных, которые еще ни с кем не не, то есть я под вопросом, почему, да, и какой-то, на каком-то из видеоблога я читал, ну, человек тоже с опытом рассказывает, что надо случать их в 4-5 месяцев, то есть, потому что, если это позже, там до года, самка не рожавшая, самец, то есть, они могут быть, ну, отормознуты и не знает, что с этим делать. И поэтому, скажем, хоть верь, хоть не верь, но факт, вы можете, да, потратить деньги, но в итоге результат не получите, он спрятался. Я бы посоветовал так, если вы все же хотите развести какую-то определенную линию, да, есть смысл попробовать там купить 5-6 месячных взрослого, да, вы, может, там, переплатите, но будет какая-то гарантия определенная, там, порода, если преследуете какие-то цели. Если нет, все же покупать где-то такие 3-4 месяца. Еще одна такая особенность, вы, когда покупаете, вы садите их в карантин, нельзя с другими кроликами сажать. Поэтому, то есть, вот они где-то две недели, три-четыре недели у вас просто будут кушать, и от них никаких, никакого толка не будет. Есть еще такой момент. Теперь, что касается о начале вашего разведения, да, вы купили кролики, вы их посадили. Ну, к чему вам надо готовиться? Во-первых, смотрите, кормушки. У них достаточно должно быть еды. Скажем, так, давайте, ну, вот этого мальчика я вам покажу, чтобы вы понимали. Ну, крупненького, да, уже с него начнем. Ему где-то, наверное, литровой банки корма хватает, ну, может, на полторы суток. Я кормлю еще такой момент сразу, я кормлю комбикормом. Почему? Потому что он уже сбалансированный. Да, можно кормить зерном, но зерно надо правильно смешивать. Ставил экспериментом, нам мешало кое-как. Ну, зерно, там оно зерно, да, разные, не заморачивался с пропорциями. Да, они его едят без проблем, но они не набирают вес. Поэтому решил остановиться на комбикорме, тем более у меня небольшое количество, там, если будет больше, возможно, буду брать зерно покупать и выводить свою пропорцию. В интернете есть, люди советуют. Также можно найти, какой состав должен быть комбикорма. Но это, может быть, будет чуть попозже, пока сейчас занят именно, чтобы они размножались, все-таки от них был толк. Теперь дальше, вот смотрите, у меня опять лишь по кормушке, какая должна быть, чтобы вы понимали. Вот у меня есть бункерного типа кормушка. Здесь ее где-то на полторы литровой баночки сделана. Ее хватает, ее хватает где-то на трое-четыре, ну, до трех суток, пускай трое суток. При этом, возраст кроликов это где-то три месяца. То есть, вы должны понимать, что если вы хотите, чтобы они все-таки прожили там у вас неделю без вазы, соответствующий объем должен быть кормушек. С каким нюансом я столкнулся? У меня есть два вида комбикорма, которые подороже, которые подешевле. И вот кормил я им кормом подороже, потом не было его, насыпал им подешевле. Они это все повыгребали, все у них находится в кормушке. Кормикорма почти нет, им надо подсыпать. То есть, это тоже один из нюансов, когда вы, скажем, можете покормить одним, потом другим. Будем ехать на неделю, вы проезжаете, они голодные. Дальше, что по поводу поилок. У меня организована система поилок ниппельных. То есть, я изначально не стал делать, там просто баночку ставишь, они пьют. То есть, как некоторые писали, да, они туда лапами становится, вода становится грязная и все это кролики могут начинать болеть. Поэтому я сразу перешел на ниппельные поилки, я остался доволен. Принцип работы ниппельной поилки довольно простой. Вот, смотрите, внутри именно ниппелек. И получается, вверху там, скажем, какой-то грузик. И под давлением вода давит на этот грузик. И подача воды блокируется. Как только кролик пытается, я зачем коснуться. Ниппелька здесь. Он приподнимается, через эти отверстия идет вода. То есть, как только он прекратил, подача воды прекратилась. Они есть разного типа. В данном случае этот рассчитан на прикрепить на трубу, если, например, проложить вдоль клеток трубу пластиковую и в нее можно это вкрутить. В данном случае у меня на бутылочку. То есть, вы можете смотреть и видеть, какие могут быть проблемы. Это то, что при солнечном свете она начинает зеленеть. И бутылка сама, то есть, это как бы не есть хорошо. Поэтому, если вы определитесь именно с такого типа паилочками, берите бутылочку с широким горлом, вам потом будет проще чистить. Дальше идем. Есть также паилочка. Ниппелек вот такого плана. Он металлический. Вот у меня они закреплены. Но, здесь есть недостаток. Вот этот язычок. Внутри происходит выработка и паилочка просто начинает текти. Но она при этом простота в монтаже. Еще один момент. То есть, как бутылочка можно, так и пластик, контейнер, ну любую поверхность, любую емкость, что вам удобно использовать. Но один есть момент. В верхней части, в любой части, ну лучше верхней, сделать небольшое отверстие. Потому что кролики будут пить. Будет вода выходить, создаваться вакуум. И потом просто паилки не смогут течь. То есть, кролики не смогут их пить. Создастся вакуум. Поэтому делаем отверстие маленькое и этого будет достаточно. Теперь смотрите, что у нас по объему воды. Какой у вас должен быть запас. Если вы хотите все-таки там где-то оставлять на неделю или на сколько там, может на 5 дни там. Вот у меня сейчас, сейчас весь порядка раз, два, три, четыре, пять. Пять крупных особей. Это больше полугода. Плюс тут там порядка шести, это которых трех-четырехмесячных и плюс малыши. Вот на такой объем я ежедневно добавляю там 10 литров. Это добавляют с запасом. Когда у меня было порядка шести взрослых особей, мне хватало, наверное, литра три. Ну это с запасом. Два-три литра в сутки. Это с запасом. Вот и считайте. Если вы хотите на недельку оставить своего кролика, какой у вас должен быть запас воды. И опять же, учтите такой момент, как я говорил, вот у меня проблемы с этими поилками. Я, наверное, от них буду отказываться. То, что они со временем начинают протекать. Что может получиться? Вы залили, уехал и поилочка начала текти. И все. То есть, ваши кролики могут остаться без водички. Что относительно самих клеток? Как вы заметили, оно не совсем чисто. Я от этого сейчас буду избавляться. Вот у меня пример то, что сделано на скорую руку. Скажем, если там надо какое-то краткое время посадить кролика. Да, вот это был какой-то шкаф. Сетка. Убрал заднюю стенку. Поцепил сетку. Дверцы остались. Но это и на краткое время. То есть, нет здесь кал не убирается. Ну, начало не убирается. То есть, ну, это не есть хорошо. То есть, должен быть какая-то решетчатый пол, чтобы оно могло уходить. Все это и все-таки кролики содержались в чистоте. Потому что, ну, скажем, если когда кроликов грозновато, ну, у них и шерсть тоже грозновато. Потом, вы можете встретить и там рекомендуют, ну, разные, какие полы предпочитают. Там, решетчатые, деревянные, железные. Я остановился на деревянных полах. Так как, когда кролик находится на железном, все-таки железо надавит на лапки. Там могут быть какие-то болезни. Ну, и самому, наверное, было бы неприятно. постоянно находиться на железном полу. Поэтому, я все-таки отдал предпочтение деревянному. Когда я делал, у меня здесь расстояние между досками, ну, где-то, наверное, около сантиметра. То есть, этого маловато. Я бы продержался двух-трех сантиметров. Даже, наверное, больше трех. Взрослые туда не провалятся. Насчет того, что детки, вот смотрите, ну, относительно чисто вот эта передняя часть, вот, хоть и деревянная. А относительно того, что детки там могут провалиться, смотрите, получается, когда детки рождаются, до 20 дней, они могут находиться в маточнике. То есть, надо сделать так, чтобы маточек был высокий порог, и они с него не могли выйти. Тогда, ну, к этому времени они подрастут, и этого расстояния, я думаю, будет достаточно. Но этого еще теории я еще не пробовал. Единственный нюанс, на что я обратил внимание, вот смотрите, у меня, получается, впереди кормушка, вода, и здесь чисто. Да, вот здесь ход маточник, грязновато в дальнем углу. То есть, и, в принципе, это наблюдается во всем крепким. То есть, единственное, что можно сделать, это в дальнем углу, на всю клетку, сделать какой-то решетчатый пол, тогда, чтобы оно сразу уходило. Дальше. У меня, смотрите, клетки расположены, ну, одна над одной. Опять же, то, что временное. Вот, никогда, если есть возможность, сделайте сразу нормально. Вот у меня подстелил временно целлофан, ну, целлофан, и есть целлофан, он прорвался там, где там потекал, и снизу вот это все грязновато. Хотя бы пластик. Ну, и опять же, пластик, чтобы был стек, чтобы это все уходило. Ну, чтобы и вам было эстетично. Красить чисто, ну, самым приятно находиться было. Что касается нижней части, я бы рекомендовал тоже, если нижняя часть есть возможность чем-то зашить, то там, как у некоторых есть, поставили клетка, но вниз капает. Ну, скажем, это уже каждому, кто как хочет. Но я бы рекомендовал, если есть, подшить, сделать какой-то стел, чтобы оно стек, чтобы оно какое-то время все стекало. И проще вам так убирать, и вас всегда будет чистить. Но, так как у меня на данный момент так сложилось, я эти клетки уже переделать не буду. Я, скорее всего, их потом буду убирать, когда сделаю нормальные. Я пришел такому способу, как сыпать опилки. Тогда оно, хоть и грязновато, но в перемешку опилки впитывает в себя. Хоть и особого запаха нет, но, тем не менее, оно запах минимальный, но убивает. И все-таки более эстетичный вид. Дальше вам также же надо не забыть о маточнике. Маточники у меня, в принципе, смотрите, что у меня из чего сделана сама клетка. То есть клетка была сделана из подручного материала. Но, все же, если есть возможность как-то сделать, пускай лучше оно у вас будет меньше, но у вас будет лучше оно. Клетка у меня сделана, это был бывший стеллаж. То есть здесь я предполагал сено ложить. Но скажу так, я не использую сено. В принципе, пока я кормлю комбикормом, ну, сена просто нету, если что-то попадается. То есть я так ложу прямо в клетку. Ну, есть опять же свои недостатки, что это прямо в клетке, она остается, потом оно получается каком. Клетки у меня шириной где-то 75 на 60. Высота около 30 сантиметров. В принципе, им достаточно. Я взял, был шкаф, я расположил его сбоку. И таким образом у меня шкаф превратился в маточник. То есть маточник чуть поменьше, при этом чем меньше расстояние. Ну, опять же, оно должно быть не сильно маленькое, чтобы мама с детками могла поместиться. И вот этот порожек надо, здесь у меня где-то сантиметров 7, ну, где-то сантиметров 15 сделать, тогда детки не будут вылазить. Еще один момент, не забудьте сделать, если такого плана маточник, чтобы здесь был повыше бордюр. Если вы откроете вдруг версу, кролик не разбился. Это вся конструкция у меня накрыта шифером, пленкой. Пленка, чтобы не было сквозняков, и она защищает от прямых солнечных лучей. Но есть такой нюанс. Получается, шифер расположен очень низко, он нагревается, и тут стоит такая парилка. Кролики, в принципе, выдерживает, но жарковато им. Будем, опять же, это все, я надеюсь, временно, я надеюсь, это в ближайшее время переделать. На этом, наверное, я свой первый ролик по кроликам буду заканчивать. Цель его была рассказать, с какими вы можете столкнуться моментами. Если вы все-таки решите, ну, наверное, какие кролики можно всего уделять. Полчаса в неделю этого будет достаточно. То есть, в принципе, я даже, наверное, немножко больше рассказал. В общем, подписывайтесь на мой канал, по мере того, как они будут расти, как я буду развивать свое такое маленькое хозяйство. Буду выкладывать ролики. В общем, он полез, вот полез. В общем, жду вас на своем канале. Все, пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok